Доклад Натальи Владимировны Николенковой. Название вы видите. Наталья Владимировна, прошу. Я буду говорить о своем опыте преподавания курса русский язык и культуры речи в последние 3-4 года. Я преподаю на разных гуманитарных факультетах. Это в первую очередь долго были политологи, частично философы. В этом году я познакомилась с экономистами, это социологи. Ну и в меньшей степени в докладе будет задействована информация, связанная с историческим факультетом. Я в этом году впервые работала на этом факультете и, я бы сказала, такого элитарного подразделения у историков искусств. У них, конечно, ситуация отличается от тех же самых политологов. Доходя до предмета, который называется раздела нашего курса, который связан с научным стилем, я всегда провожу такое небольшое тестирование. Я прошу ребят на листочках рассказать, как они понимают, что такое язык науки. Ну вот, я использовала цитаты, вы видите, какие тут замечательные есть цитаты. Моя любимая, это, конечно, последняя. Научным стилем можно сказать так, что не сразу можно разобраться. Почти на первом месте стоят длинные предложения. Ребята считают, что общепринятая терминология – это такой простейший уровень научного знания. Ну а к диплому нужно уже знать сложную терминологию, желательно иностранную. Ну и вот эта вот идея «нельзя, нужно ссылаться на огромное количество авторов» – это тоже такое представление о научном, настоящем научном языке. Кстати, именно поэтому рефераты сегодня пестрят некачественными ссылками, потому что во многих, очень во многих учебных заведениях, там, например, указано, в научной работе должно быть там не менее 35 ссылок. И вот чтобы набрать эти 35 ссылок, частенько ребята берут непонятно что. Главное, чтобы эти ссылки были. Начинаем разбираться и понимаем, что они путают два слова. Для них такими полными пародивами стали «научный заумный». Научный – это связанность с научной работой, организованной на принципах науки, отвечающей требованиям науки. Для них же научный язык – это заумный, излишне мудренный, нелепый, закрученный, какой-то такой очень хитрый, непонятный язык. Следующим этапом нашей работы будет определение из нескольких текстов, текстов научных и ненаучных. Но вот я вам сейчас покажу текст, который последние три года лидирует. Я прочитаю фрагменты, чтобы это хорошо было понятно. Размах имитационности по сравнению с прежними эпохами. Имитируется буквально все, причем речь не только о СМИ, имитируется даже наша пища. Мир все менее походит на реальный. Мы можем воспринимать экспансию имитационности. Ответа на экспансию имитационности может быть глубокое понимание. Верификация невозможна вслепую. Анализ глобальной системы современных имитаций не может удовольствоваться стандартными релятивизирующими стратегиями постмодернистской теории и требует нового восприятия сложившейся системы симулятивных практик. Абсолютно 100% студентов, видя этот текст, говорят, «О, вот научный, это, наверное, какая-нибудь монография, докторская диссертация какого-нибудь замечательного актора и ставят 10 по 10-бальной шкале, это самый научный текст». Следующий вопрос, а из какой области этот текст? И выясняется, что из какой области эта научная статья ребята ответить не могут. Это вот по мему, как определить область науки, если высокомерная, то математика, если ухмыляется, то физик. Вот эти имитационности, экспансии их и подобные слова, философия, социология, все что угодно, ни один ни разу за три года не смог определить, что это работа литературы и веда. Почему? Начинаем разбираться. И ребята все-таки гуманитарии, многие из них хотели сначала там не на политологию, а на журналистику, и поэтому учебники по литературе как минимум в школе они читали, и они достаточно правильно отвечают на вопрос. Они говорят, что в научном тексте, связанном с литературой и ведением, должны быть примеры из литературы, а не абстрактное рассуждение, в том числе о пище. Действительно, если мы сравним классический литературо-ведический текст, например, Лотман, который вполне спокойно в гуманитарных классах читается сегодня, там есть куча ссылок на цитаты, там есть ссылка на композицию произведения. Статья, которую я вам привела выше, статья нашего коллеги литературы и веда современного, она не имеет вообще ни одного примера из литературы, зато имеет много новых терминов. Например, в основе современной культуры лежит ощущение раскачивания или, как называют его теоретики, осцилляции. Вот эта осцилляция совершенно очевидна термин, который не употреблялся никогда в филологическом дискурсе, и введение его – это такая дань использованию в работах англоязычных авторов. В свое время мы спросили у автора этой работы, будет ли для постмодернизма и метамодернизма использоваться прибор-осциллограф, он как-то не понял нашей шутки юмора. Действительно, осцилляция, вот это вот корневое слово, не используется в гуманитарных науках, у нас оно в другой области науки используется. Немножко отступая к студентам, я скажу, что в принципе проблема очень многих современных гуманитарных и филологических, в том числе и исследований, в том, что традиция воспринимается как такая замшелость. То есть использование сложившейся терминологии, использование ломоносовского принципа терминологии воспринимается многими исследователями как отжившая традиция. В чем воспринимается новаторство? Максимальное введение новой терминологии, максимальная транслитерация, причем с опорой на английский язык, но иногда на латынь. Ну и я бы все-таки сказала, что это такое замусоривание языка в попытке стать своим, но вот для литературы ведов это попытка приблизиться к американской форме исследования литературы. Ну и вот просто чтобы показать, может быть, одно из самых для меня страшных современных таких вот исследований, это работа, к сожалению, я отрезала журнал, но это вот из серии мусорных журналов в 2006 году, работа. Работа связана с библиотековидением. Ну уж казалось бы, что более стандартно для русской гуманитарной науки, начиная с 1830 года, когда Александр Христафорович Востоков начал заниматься описанием книжного собрания, да, вот библиотека ведения – это самое русское исследование. Оказывается, необходимо теперь для библиотека ведения использовать кейстадис. И обратите внимание, в статье кейстадис, слово, которое не внесено ни в один словарь русского языка, указано как совершенно нормальное слово, а вот русское слово «случай» прекрасно используется уже в закавыченном варианте, это уже такое не очень приличное для научного исследования слово. Ну и я думаю, что если выпускнику какого-нибудь классического историко-архивного советского времени объяснить, что он не собирал данные, доанализировал их и интерпретировал порученную информацию, а теперь это будут делать в методе кейстадис, ну тоже мне кажется, что глубокая обида этого выпускника, ведущего гуманитарного вуза определенного времени, да, будет. Ну вот кейстадис, естественно, молодежи понравится намного больше, чем эмпирический сбор данных. Следующие два научных текста, которые мы предлагаем определить. Первый текст, как правило, вызывает понимание, да, все понимают про что, все понятно, традиционные терминологии используются. Во втором, ну вот кроме религиоведов, которые ловят гомологетику и евхографию, все остальные вот принимают это как супернаучный текст с непонятными словами, с удивительным набором иностранных терминов, и ему по десятибальной шкале тоже ставят 10, ну или 9 по сравнению с имитационным текстом баллов. Второй текст, первый точнее, да, вот первый из наших текстов, студенты, первокурсники, второкурсники воспринимают как текст публицистический. 40% это текст определяют как публицистический. Замечу, что это одна из самых известных статей Академика Залезняка, профессиональной любительской лингвистике. Второй текст, действительно, научная монография, но 40%. Объясняют это так, тут все понятно и просто. Значит, это для всех, для массы, значит, это публицистик. Я очень активно наблюдаю за тем, что происходит сейчас с ОГЭ и ЕГЭ. Я надеюсь, что на днях выйдет наша статья о том, как вместе с ОГЭ, в первую очередь, мы начинаем вообще терять русский язык. И я посмотрела на демоверсию, которая будет в 22-м году, демоверсия ЕГЭ. Оказывается, туда тоже ведут стилистику. И вот предлагается такой текст, нужно определить детям, какой это стиль. Да, ну понятно, что дети определяют это как научный стиль. В учебнике за 10-11 класс они получают информацию, что есть точность, есть логичность, есть термины и слова, есть употребление существительных. Вопрос, как школьники определяют, что это научный текст, что они должны делать. Найти там логичность и доказательства или грамматические средства. Но в первую очередь, обращайте на себя внимание, что используется текст Ключевского. И текст, которому больше 100 лет. И, естественно, школьник 22-го года будет выходить из школы с ощущением, что вот это простой научный текст для школьников, а уже для студентов, сейчас они думают, что для диссертации, а будут думать, что для студентов текст должен быть сложным. И поэтому я всегда конспектирую самую первую книжку Марины Юрьевны и Виктора Сергеевича про русский язык и культуры речи. Почему именно ее вставляют слайды студентам? Потому что она у нас для гуманитарных факультетов оказывается самая доступная в бумажном варианте. То есть если они хотят ее взять в библиотеке, то там ее экземпляров больше всего. И если сейчас мы читаем, обсуждаем с ними вот эти вот формы и пытаемся на хороших примерах научных показать действительные формы научного языка, то через два года после того, как они получат это задание на ЕГЭ, вот этот материал у нас будет проваливаться. Следующая форма нашей работы. Понятно, что определить научный текст им все-таки удается в каком-то смысле. Но дальше научный текст, связанный с их специальностью, воспринимается ими как читабельный или нечитабельный, и его нужно воспроизвести. Я в свое время после очень хорошей статьи, тоже, кстати, Марина Юрьевна, про индекс читаемости текста, у магистранта факультета политологии попросила оценить и выявить самую нечитаемую из учебных работ. Все вот сказали, что есть такой учебник Александра Ивановича Соловьева, который совершенно невозможно читать, а преподаватель, что удивительно, требует на экзамене, чтобы не просто ему рассказывали своими словами, а желательно, как можно более показывали, что читали его книжку и говорили его языком. Вот абзац, который, как мне кажется, довольно простой. Что такое политическая реклама и как это определить, что такое политическая реклама. И вот политологи пытаются условно написать изложение, пересказать этот текст, что у них получается. Обратите внимание, что тексты примитивные, тексты вот по поводу бытового языка, тексты примитивные, они не способны сформулировать очень часто правильную мысль, они не способны повторить эту правильную мысль, но зато все слова определенного регистра они повторили. Мобилизуется, позитивная, эмоциональность, конкурентноспособность, имидж. Да, имидж, мобилизация. Вот это они услышали. Для них эта терминология и является языком, связанным с наукой. Они не... Вот эти вот модные, да, красивые, часто опирающиеся на иностранные модели слова, они и есть для них наука, политология. Еще одно задание. Есть такая... Адам Владимирович, мне стыдно. Я сама перебрала время, но напоминаю о регламенте. Да, да, у меня два слайда осталось. Ровно вот другой тип задания. Есть вот такая вот у нас политолог Екатерина Шульман, которая ведет передачу в довольно разговорном стиле, рассказывает какие-то явления. Вот слово бойкот, и она рассказывает об истории этого слова. Задание было такое. Нужно было кратко ввести вот эту вот идею происхождения термина в работу. И я просто вам покажу, что ни один из студентов не дошел до простейшего, то, что даже в Википедии есть, что названо так по имени Чарльза Скотта. Все делали... Формировался как термин, восходит к термину. Да, то есть вот эти вот модели, которые, кстати, в пособиях по научному стилю очень активно используются. Ну и я просто последний слайд, какие в основном задания в стандартных пособиях по русскому языку и культуре речи есть. Информация о том, как оформить работу, информация о том, как написать введение, что такое актуальность, что такое значимость. Мы учим не как писать научную работу, а как оформлять ее для чиновничьих целей. Мы используем только вот этот вот птичий язык. И, кстати, довольно частотное задание от преподавателей сегодня. Напишите введение к будущей научной работе. Да, вы еще не знаете, что у вас будет в работе, но вам необходимо ее написать. Вот, наверное, эту ситуацию нам нужно менять. Нам нужно учить говорить на русском языке, и в том числе и на научном русском языке, а не оформлять работу по требованиям ВАГ, ученых советов и так далее. Спасибо. Большое спасибо, Наталья Владимировна, за интересный доклад. Вопрос можно? Вопрос, да. Спасибо большое за доклад. Действительно, проблема невероятно сложная. И два вопроса. Вот смотрите, что такое научный и ненаучный текст. Вот берем, возьмем Достоевского, вроде художественный текст. Если подвинемся в сторону Набокова, там критика Достоевского, это совсем литература и так далее. С другой стороны, мы это совершенно понимаем, и это признается, что это философский текст в каком-то смысле. Там гистенциализм считает, что Достоевский, значит, является одним из родоначальников философского направления. А дальше мы переходим к Спинозе. А если мы возьмем Спиноза, то это уже математика. Ну, его конструкции, теоремы и так далее в 17 веке. Вопрос, что такое наука и что такое искусство. И что такое просто, ну, скажем так, текст. Текст ни о чем. И бывает ли текст, ни о чем. Вот это уже такая очень сложная тема. И второй момент, это все-таки, ну, я вот как-то с сектантом себя отношу. Я в физтех заканчивал там и так далее. Математик, да, ну, физик. И, в принципе, мне, конечно, созвучен Дора Чехов. Я еще в своем докладе чуть-чуть скажу. Они хочут казаться образованные, потому говорят, они понятны. Это Антон Толчехов. А у Бора есть такая фраза. Вы ничего не сделали в физике, если вы не можете на обыденном языке объяснить, что вы сделали. И это вот два вопроса. Это вот вопрос научности и простоты. И как вот здесь, ну, сектанты, они все хотят определений. Я на себя показываю. Вот потому что гуманитарные тексты, они специфические. Ну, это не дискуссия по Зуму. Это просто очень проблема моделирования межкультурного взаимоотношения. Это очень сложная проблема. А математика. Все, вот два вопроса. Первый вопрос – это граница научного и ненаучного текста. И вопрос критерий научности с точки зрения понятности. Вот вы эту тему, второй момент как-то обсуждали. Вот прокомментируйте и ответьте. Вопрос, конечно, безумно сложный с моей точки зрения. Спасибо большое за доклад. Спасибо за вопрос. Но по отношению к науке я сказала, научное – это имеющее отношение к науке. Как известно, Залезняк сказал, что наука – это поиск истины. Поэтому, в общем, научный или ненаучный – это имеющее отношение к поиску истины или не имеющее в это отношение. Если это работа, связанная с реальными научными изысканиями, это наука. Если это фантазии пишущего. Да, у нас сейчас много таких исследований в Яндекс.Дзене есть. То это, конечно, не наука. Что касается простоты. Да, я за простоту научного языка, за его логичность, за его неискусственно вымученный характер. И работы, написанные хорошим, простым научным языком, мы разбираем с ребятами уже на более старших курсах. Скажем, в магистратуре я читаю курс про историю русского научного текста. И вот как раз на одном из последних занятий мы читаем, скажем, работы Пирогова. И как раз говорим о формировании этого языка. И вот у меня на одном из семинаров было очень смешно. Зашла моя дочь. И моя дочь студентка пятого курса медицинского как раз в Пироговке. И посмотрев на текст Пирогова, она быстренько сказала, так вот это слово сейчас нельзя употреблять, вот это слово сейчас нельзя употреблять, вот это слово надо заменить на такое слово. То есть язык даже на уровне простейшего текста усложняется, и текст Пирогова воспринимается как простой. Мы читаем Минералогию, скажем, Ломоносова. Мы пытаемся читать другие научные работы. И хочется верить, что язык, по крайней мере, гуманитарных исследований, все-таки в какой-то момент перестанет быть тем, который я показала. С моей точки зрения, это самые плохие примеры научного языка.